МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Случается, по статистике, больше тысячи инцидентов. Многие из этих происшествий несут, согласитесь, неудобства не только для соседей, пассажиров, но и на самом деле угрозу жизни. Почему, в отличие от Запада, у нас до сих пор не было соответствующего закона? На самом деле закон был. Просто он был предусмотрен именно по определенным статьям административного кодекса и уголовного кодекса, именно хулиганство. Это если с точки зрения уголовной ответственности, и мелкое хулиганство по кодексу об административных правонарушениях. И там была предусмотрена определенная ответственность. Единственное, в настоящее время уже ввели новый закон, которым расширили толкование хулиганства, именно которое совершается в транспорте. А теперь всех дебоширов, это очень долго обсуждалось на самом деле, до принятия в заключительном чтении, черный список так называемый. Почему именно этот черный список был такой загвоздкой для всех? Это западная традиция, включая черный список определенных людей, которые могут вызвать те или иные неудобства. Особенно все, что было связано с авиаперелетами. У нас тоже планируется введение данного списка, но пока процедура несения в этот список, она не предусмотрена законодательно. Я знаю, что негласные списки нарушителей крупных авиаперевозчиков, они все-таки были свои какие-то. Они знали, что где-то там нарушитель был, снимали с рейса, из-за него, может быть, там была где-то посадка вынужденная. Но все равно они должны были продавать билеты. А теперь, я так понимаю, законом это будет регулироваться. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый россиянин имеет право передвигаться свободно по всей территории России. Эти списки, которые существовали, они были негласные. И для того, чтобы человека, допустим, снять с рейса, проводились такие противозаконные всякие методы, провоцирующие его, скорее всего, на совершение правонарушения, чтобы потом, впоследствии, можно было воспользоваться и снять его с рейса. Если были подозрения о том, что он может каким-либо образом воспрепятствовать спокойствию граждан. Несколько примеров сейчас приведу из международной практики. Аэронавигационный кодекс Великобритании просто за курение в самолете предусматривает штраф 2000 фунтов или лишение свободы до двух лет. Голландские законы за нахождение на борту в пьяном виде грозят тюремным сроком и штрафом 300 евро. Но если пьянство было сопряжено еще с нарушением правопорядка, и кому-то угроза жизни была, применение насилия, нарушителя ждет 4 года тюрьмы штраф 18 тысяч евро. Это, конечно, сумма достаточно такая крупная. Что будет у нас с принятием нового закона? Как вы думаете? С принятием нового закона усилится ответственность и отношения, в том числе и граждан, которые осуществляют перелеты, переезды. Дело в том, что когда была раньше ответственность за хулиганство, то иногда при оформлении этого нарушения, либо преступления, правоохранители сталкивались со сложностями именно доказывания вины. Потому как многие правозащитники, защищая своих клиентов, они обращали внимание на то, что то ли это не то общественное место, где происходило, допустим, данное правонарушение, либо преступление, и типа отсутствовали какие-то объективные признаки преступления. И вот сейчас, чтобы этих не было разнотолков, вели конкретику и уже дополнили статью 213 Уголовного кодекса именно дополнительной ответственностью за совершение преступления на транспорте и дополнительную ответственность вели согласно статье 267, прим. 1 Уголовного кодекса, именно как раз, которая касается этих зацеперов. Про зацеперов мы еще поговорим, да, там, конечно, нужно было действительно вводить это раньше гораздо. Какие теперь штрафы у нас? Какой порядок цифр будет? Ну, за грубое нарушение, там, предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы, если идет сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, либо представителям власти, либо лицу, которое пытается, допустим, воспрепятствовать противозаконным действиям, предусмотрена ответственность максимально до 7 лет лишения свободы. И если такие хулиганские действия совершаются с применением взрывчатых веществ, там предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы. Ну, тоже, да, есть над чем задуматься, я думаю. Вот сейчас приведу пример буквально свежий. В Краснодаре после приземления самолета полиция задержала 37-летнего мужчину. Он начал отмечать просто на борту день рождения, поэтому вел, видимо, себя очень свободно, отмечал очень шумно, видимо. На замечания окружающих не реагировал, в общем, пьяный пассажир понесет административную ответственность по статье «Милкое хулиганство». А вот какое наказание его поджидало бы сейчас, после принятия этого закона? Добавлю, что пилот все-таки принял решение вернуться в аэропорт. Теперь предусмотрена ответственность, как я говорил, до 5 лет лишения свободы. Но это на усмотрение, я так понимаю, суда. Ну, естественно, потому что предусмотрен штраф в том числе. А пилоту пришлось возвращаться обратно в аэропорт для того, чтобы представители власти могли зафиксировать данное правонарушение. Потому как, естественно, основанием привлечения к ответственности должны быть все признаки состава правонарушения, они должны быть зафиксированы. И в том числе Кодекс административной ответственности он предусматривает то, что все доказательства вины должны предоставлять именно в страже правопорядка. То есть гражданин не обязан доказывать свою невиновность. Здесь действует именно принцип презумпции невиновности. Вот как. А помимо, кстати, авиаперевозок, да, мы сейчас говорим все время про самолеты, да, в законе также речь идет и о другом транспорте. Вот это поезда, по-моему, да, электрички, получается. И, если не ошибаюсь, это автобусы дальнего следования. В действительности, да, кроме воздушного транспорта также распространяется закон и на морской транспорт, сухопутный и иной. И ответственность одинаковая для всех видов транспорта, да? Совершенно верно. И вот в первую, сейчас мы подошли как раз к газоцеперам, в первую прописали наказание для этого вида нарушений. Что теперь ждет любителей покататься с угрозой для жизни, да, потому что много жертв, мы знаем, статистики, к сожалению, нет. Вот чтобы не было теперь у зацеперов такого желания прокатиться бесплатно, либо похулиганить, предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. А если это юный зацепер, допустим, еще не совершеннолетний, там ответственность перекладывается на родителей? В настоящее время вот у нас предусмотрена административная ответственность. Если лицо не достигло возраста, с которым он может нести ответственность, то административную ответственность несут родители. Как вы считаете, вот такой подход, ну, достаточно жесткий, да, прописан в новом законе, но поможет все-таки не допускать произвола на транспорте? Потому что, когда показывают по телевизору массовые драки в электричках, в поездах, да, ну, это, конечно, это ужасно. Граждане должны знать о том, что закон может быть применен, и в том числе иногда жестко. И такие случаи нарушений на транспорте, их нужно освещать самым подробным образом в средствах массовой информации. Я думаю, что таким образом граждане, зная о том, что могут быть привлечены уже и к уголовной ответственности, будут более серьезно себя вести, отправляясь в том числе в дальние авиаперелеты, зная о том, что его могут снять с рейса, и ему не удастся посетить, возможно, теплые страны, и свой отдых провести так, как они планировали, и будут более серьезно относиться уже к этому. Вот послушайте, но есть все-таки еще и другая сторона. Да, совершенно недавно федеральный канал показывали историю волейболиста, баскетболиста, который должен был лететь на соревнования, но его сняли с рейса, потому что не дали возможности человеку пересесть. Ну, потому что два метра рост, конечно, не очень удобно человеку размещаться в кресле. И вот человека просто сняли, хотя видео показывало, что он ни с кем не ругался, никому не грубил. Просто было принято решение его убрать с рейса. Вот этот закон, он не развязывает руки перевозчикам? Как вы считаете? Ну, здесь немного другая ситуация. Гражданин приобрел билет определенный, у него были возможности это место согласовать заранее, и он должен подчиняться правилам, которые предусмотрены при перелетах. Поэтому здесь тяжело судить. Я лично не видел. Но если, допустим, гражданин сможет сформировать какие-либо исковые требования к компании, доказать свою невиновность, а виновность к компании, то, я думаю, он может рассчитывать на возмещение морального, в том числе материального вреда. Тем более, скорее всего, команда, которая лишила своего игрока, могла понести какие-то потери. И это как-то могло отразиться на результатах. Кстати, вот интересно, да, ситуация, когда в самолете, поезде электрички, рядом люди ведут себя по-хамски, да? Ну, вот, я не знаю, мужчины, как к этому относятся. То есть хочется вмешаться в драку, да, женщины вообще ведут себя по-своему. Вот как тут себя вести правильно, чтобы потом не было больно и обидно? Вот какие-то права здесь есть у людей, которые окружают? Как кодекс об административных правонарушениях, так и уголовный кодекс предусматривает то, что любой гражданин, который видит, что совершается административное либо уголовное преступление, он имеет право принять все меры для того, чтобы задержать нарушителя либо преступника. И тогда закон будет на его стороне. То есть, я правильно поняла, закон все-таки нас должен научить нести ответственность за свои поступки? Да, совершенно верно. И это предусмотрено законодательством. Просто так получилось в последнее время. Наши граждане малоактивны при защите закона. Полагают, что это должны делать только правоохранительные органы. Спасибо вам большое за встречу. Я напомню, у нас в студии сегодня был Владимир Гончаров, управляющий партнер Гончаров Групп. Вы смотрели «Факты мнения». С вами была Юлиана Шнайдер. До встречи на канале Кубань-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова